Библейский портал экзегет.ру представляет Первое послание к Коринфянам, 15 глава в рамках библейского проекта «Экзегет». И 15 глава самая сложная, самая большая в этом послании. И такое ощущение, что она не на своем месте. Вот почему, кстати, многие исследователи думают, что это послание составное, что в него включены разные материалы, которые Павел в разное время отправлял в Коринф, но их просто вместе записали, чтобы на одном свитке иметь их под рукой. Но, может быть, это и не так. Но, во всяком случае, в 15 главе Павел вдруг начинает тему, с которой обычно он гораздо раньше встречается, в начале своих посланий. Напоминаю вам, братья, о Евангелии, которую я благовествовал вам, а вы его приняли и в нем утвердились. Как бы вот чуть не забыл под самый конец послания, вообще-то, обо что мы верим. Евангелие, благая весть. От него к вам и приходит спасение. Если держитесь моего благоуствования, если не зря уверовали. Но, может быть, дело в том, что Павел не ставит, конечно, на последнее место Евангелие. В 16-е пойдут уже практически всякие детали, которые явно в самом конце идут письма. Но, скажем так, для коринфян не было это проблемой. Вот во что верить, это более-менее они поняли, разобрались с этим. А у них были другие насущные вопросы, как себя вести на богослужении, как там, что важно, что не важно. Вот это он действительно разбирает. Значит, наверное, в этом послании Павел ли так выстроил, или кто-то, кто потом составлял из отдельных его текстов сводный такой текст, расположили все не в порядке значимости самого материала, а в порядке его актуальности. Вот для коринфской общины был очень важен вопрос о говорении на разных языках, и в предыдущей главе он подробно его разобрал. Но здесь все-таки он их не оставляет без какого-то конечного богословского напутствия. В чем же это Евангелие? И он говорит, что вы держитесь моего благовествования, стало быть, это я вам его передал, это для него важно, потому что он этим и подтверждает не то, что свой личный авторитет, я крутой апостол, но свою роль в жизни коринфской общины. Прежде всего, я передал вам то, что и сам принял. Значит, он не выдумал это, и он принял это откуда-то еще. От других ли апостолов, или от самого Христа, может быть, но здесь он об этом подробно не говорит, посланник Галатам он будет разбирать, откуда у него есть его вера, поэтому здесь мы не обсуждаем это. Христос умер за наши грехи по Писаниям, то есть по тому, что было предсказано в Ветхом Завете, был погребен и воскрес в третий день по Писаниям. Постоянно подчеркивают, что все связано с ветхозаветными пророчествами. Явился Кифе, другое имя апостола Петра, собственно, по-арамейски, это камень, а затем и всем двенадцати, а потом явился более чем пятистам братьям сразу, из которых большинство и поныне остаются с нами, а некоторые почили. Вот это не очень понятно, когда конкретно он явился пятистам братьям сразу, вот такой эпизод. Может быть, есть Евангелие от Матфея, но там как бы напрямую это не описано, что их было пятьсот, а это вот уже некоторое такое предание, которое рождается в церкви и соотносится с Писанием не напрямую. Потом явился Иакову, затем и всем апостолам, а после всех явился и мне, словно бы последующую. Ну, он так себя уничижает, но смотрите, интересно, что вот свое Евангелие он подтверждает опытом, духовным опытом явления Христа, причем разным людям, не только ему, если одному явился, можно сказать, ты это придумал, тебе померещилось, ты с ума сошел. Но это явление было многократным, то есть он присутствует в жизни, и христиан здесь и сейчас, а поскольку он говорит о себе, то тут же он и так вот себя немножко не то что принижает, но дает верную перспективу, что не он тут главный, дело не в том, какой он замечательный. Я ведь самый меньший из апостолов даже не достоин называться апостолом, поскольку преследовал Церковь Божию. Строго говоря, он не апостол. Вот апостол Павел, строго говоря, не апостол, потому что апостол – это те, кого Христос избрал при своей земной жизни, 12 человек, но один из них, Иуда, отрекся, потом уже после смерти и воскресения Христа апостолы избрали одного заместителя на его место, это был не Павел. То есть вот апостолы в строгом смысле слова – это этот круг. Но слово обозначает посланник, и поэтому оно уже применяется и к другим. Там есть предание о 70 апостолах, то есть более широкий круг. И это тот, кто распространяет весть о Христе среди людей. И Павел, когда еще был савлом, в книге Деяния это все описано, преследовал христиан, соответственно, апостолом его и считать-то нельзя, говорит он сам. Но благодать Божия сделала меня тем, кто я есть ныне, и благодать его во мне не была праздной. Я потрудился более всех прочих. Впрочем, не сам я, но благодать Божия со мною. Да, он говорит, я-то по своей силе, по своему поведению, по своей истории никто, даже не апостол, но благодать меня преобразила. И это свидетельство, оно тоже, конечно, говорит и о том, как, собственно, община Каринфа должна воспринимать не только апостола Павла, но и в нем некий образ христианской жизни. Но кто бы так ни проповедовал, я или они, в смысле другие апостолы, которые раньше, которые от самого Христа, именно так вы и уверовали. Тоже важный принцип, он начинает с этого, вы говорите в послании, кто Павлов, кто Аполлосов, кто Кифин, вы делите на группы христиан и называете их по имени каких-то выдающихся вождей, духовных авторитетов. Это неправильно, это не важно кто. Важно что, важно какую веру вы приняли, и она у всех одна. Если звучит весть о воскресении Христа из мертвых, как же некоторые из вас говорят, что воскресения мертвых нет? Ну, то есть, что мертвые не воскреснут, что никогда не будет этого. Ведь если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, тщетна тогда наша проповедь, тщетна и вера ваша. Ну, понятно, что во что тогда верят христиане, если воскресения не было, если Христос, распятый на кресте, просто убер, его больше нет, и над этим все закончилось. А ведь многие так воспринимают, говорят, что очень важные нравственные есть такие моменты в учении Христа, и его история, это очень значимая история. Но зачем воскресение? Оно просто не нужно. Но тогда оно бессильно. Тогда нет победы над смертью. Тогда не происходит избавление человечества вот от этого груза смерти. И окажется, что мы лжи свидетели на Бога, мы засвидетельствовали, что Бог воскресил Христа, а ведь Он его не воскрешал, если мертвые не воскресают. Если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Если же Христос не воскрес, ни к чем на вашей вере, и вы все еще во грехах своих, да и те, которые почили во Христе, погибли. Ну, то есть те, кто умерли, приняв веру во Христа. Вот он многократно эту мысль пересказывает, наиболее важную вещь, он просто повторяет несколько раз, немножко и разными словами. Если бы мы надеялись на Христа только в этой жизни, были бы самыми несчастными из людей. Ну, понятно, он умер, а мы на него надеемся в этой жизни, что умерший человек, который остался мертвым, чем он нам поможет, зачем он нам нужен, это было бы просто нелепо. Значит, воскресение – ключевой момент христианской жизни, без него все теряет смысл. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из всех почивших. То есть он первый, за ними будут остальные. Как через человека пришла смерть, так воскресение мертвых через человека. В Адаме все умирают, во Христе все оживут. Он развивает ту тему, которая в послании к римлянам уже была дана. Каждый по своему чину – первенец Христос, потом его пришествие Христовы, то есть те, кто ему принадлежит, верующие в него. Затем и конец, когда он передаст царство Богу и Отцу, упразднив всякое начальство и власть, и силу. То есть он приходит на какое-то время, передает Отцу начальство и силу, а пока ему предстоит царствовать, доколе не повергнет врагов к ногам своим. И последний враг, который будет уничтожен – это смерть. Ведь Бог все покорил ему под ноги. Если сказано «все покорил», ясно, что кроме того, кто все покорил. Ну, здесь такая немножко казуистика, то стало быть, отец только не подчинен сыну, поскольку именно он сыну все и покорил. И когда он все покорит ему, тогда и сам сын покорится все ему покорившему, чтобы Бог стал всем и во всех. Ну вот такая сложная конструкция, то есть мир приходит к какому-то единению с Богом, и он к нему приходит через Христа. А дальше он описывает очень странную историю. И что же тогда делают те, кто крестится за мертвых? Если мертвые вообще не воскресают, зачем и креститься за них? Возможно, это некая практика, когда люди крестились за умерших прежде родственников, которые не могли знать ничего о Христе, и вот они принимают крещение не только сами, но и за них. Да, вот в силу этой солидарности с ушедшими предками, надеясь, что каким-то образом и на них распространится это крещение. Видимо, такая практика была известна. Но Павел нигде не говорит, хорошо это или плохо, он просто упоминает, что такое есть. А зачем мы терпим на всякий час опасности? Я ежедневно умираю. Клянусь моей гордостью за вас, братья, ведь я могу вами похвалиться во Христе Иисусе, Господе нашим. Ну, то есть он говорит, что я вас привел к вере, и вот это моя гордость. И, соответственно, зачем я претерпеваю такие мучения, зачем я подвергаю себе опасности, если мертвые не воскресают, если просто вот в этой жизни живи как хочешь, живи как получится, ну, бессмысленно мне тогда это делать. Если в Эфесе я сражался со зверями ради человеческой выгоды, в чем же тут она для меня? Если мертвые не воскресают, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Ну, он это цитирует, конечно, какое-то высказывание, поговорку, то есть поживем в свое удовольствие, ни о чем не думая. Но не обманывайтесь, речи дурные портят добрые нравы. Это цитата из комедии Минандра. «Будьте по-настоящему трезвены и не грешите, а то ведь некоторым Бог неведом, говорю это, чтобы вас пристыдить». Вот интересный принцип, да, он говорит, что Бог неведом, и это связано с отсутствием веры в воскресение. Человек, который живет... Вот одна жизнь, надо ее прожить с максимальным количеством удовольствия. Человек, который живет так, он на самом деле Бога не знает. Но, естественно, это не христианский подход. Но еще важно понять, почему Павел именно Коринфянам так подробно про воскресение рассказывает. Дело в том, что это как раз его печальный опыт в Афинах, в другом греческом городе, где он проповедовал на Ариапаге, книге Деони, это описано, и говорил о воскресении мертвых, его засмеяли. Вообще, для греческой философии характерно такое как бы пренебрежение к плотской стороне человеческой жизни. Ну, что это плоть? Она умирает, она истлевает вот душа, которая внутри человека. Она может быть там вечной, бессмертной, она достойна, с ней можно что-то делать. А тело все, его зарывают или сжигают, разные были обряды похоронные, ну, и с ним ничего не остается. И что же это за воскресение, что ли? Зомби такие с кладбища выкапываются и приходят. Умершие тела, уже сгнившие и слевшие, вдруг начинают снова ходить. Это же кошмарная картина. Поэтому многим грекам как раз воскресение оказалось такой бессмысленной идеей. И Павел отчасти вот сейчас будет опровергать такое примитивное представление о воскресении. Но кто-нибудь спросит, как же мертвые воскресают, в каком они вернутся теле? Неразумный. Семя, которое ты бросаешь в почву, не оживет, если не умрет. И при посеве ты бросаешь в землю не то, что вырастет, а лишь голая семечка, пшеничная или еще какое может там оказаться. А Бог придаст ему такое тело, какое пожелал, свое тело каждому из семян. То есть берется маленькое семя, допустим, яблоко, от него берется яблочное семя или там пшеница, зернышко бросается в землю, а из него вырастает целое растение, другое, чем это зернышко, гораздо больше. И вот это подобие смерти. Хоронится тело, которое безобразно, которое подвержено тлению. И в воскресении возникнет что-то другое, гораздо большее, лучшее. И при этом ведь не все тела одинаковы, он дальше об этом говорит. И плоть ведь не у всех одинакова, своя плоть у людей, своя у зверей, своя у птиц, своя у рыб. Так бывают тела небесные и тела земные, и своя слава у небесных и у земных своя. Своя слава у солнца, своя слава у луны, своя слава у звезд, и звезда от звезды разнится славой. То есть телесность бывает разной. Нельзя делить на возвышенную душу и приземленное тело. Так и с воскресением мертвых. Сеется тленное, вырастает нетленное. Тело очевидно, то есть не подверженное распаду. Сеется униженное, вырастает славное. Сеется немощное, вырастает могучее. Сеется уходит в землю, погребается на похоронах. Сеется тело душевное, вырастает тело духовное. Ведь есть тело душевное, но есть и духовное. Стало быть, душевное, вот наше нынешнее тело, которым дивижет душа, который вмещает ее. Духовное нечто такое, что будет гораздо более высокого уровня. Не эмоции, но духовная жизнь некоторая очень глубокая и серьезная. Так и написано. Стал первый человек Адам душой живой, а последний Адам духом животворящим. Последний Адам это Христос, он еще в послании к римлянам сравнивал их Адам, который привел смерть в этот мир своим грехом, и Христос, который своей смертью наоборот изгнал смерть из мира. Ну и вот Адам душевный, в нем есть живая душа, он дышит, он существо, сознающее себя. Но Христос нечто большее, Христос не просто дышит. Но первое тело не духовное, а душевное, духовное уже потом. То есть Адам и Христос. Первый человек взят от земли, он из праха, а другой человек Господь с неба, Христос. Каков земной, таковы и земные, каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ земного, так будем носить и образ небесного. Ну носить образ, то есть здесь обладать свойствами, быть похожим на. Вот что скажу вам, братья, плоти кровь не способны наследовать Царство Божие, тленное не наследует нетление. То есть тленное наше, распадающееся, погибающее, подверженное болезням, старению и всему прочему тело, не наследует вечного Царства, в котором нету этого распада и гниения. Открою вам тайну. Не все мы скончаемся, но все мы изменимся. В один миг, во мгновение ока, при последнем звуке трубы. Очевидно, имеется в виду труба страшного суда. То есть люди, которые в тот момент будут еще живы, они избегнут смерти, они останутся живыми, просто с ними произойдет какая-то перемена. При последнем звуке трубы. Она затрубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. То есть нынешнее тело преобразится. Нынешнему тленному телу предстоит облечься в нетление, смертному облечься в бессмертие. Стать нетленным, принять на себя бессмертие. И когда нынешнее тленное обречется в нетление, и смертное обречется в бессмертное, тогда сбудется написанное слово «смерть поглощена победой». Ну, то есть некая победа смерть уничтожила, упразднила. Где смерть твое жало, где ад твоя победа? Это, конечно, цитаты из книги Иоиля, но и дальше из книги Осии. Но интересно, что здесь он скорее переиначивает смысл цитаты. Там у Осии это некое такое обращение к смерти. Вот смерть, приди и накажи этих плохих людей. А тут скорее, а где же твоя победа, смерть-то? Ты проиграла, все, ничего хорошего у тебя не осталось. И аду ничего не досталось. Вот Павел переосмысливает часто ветхозаветные цитаты. Это вполне естественно, поскольку он смотрит уже с другой точки зрения, с какой-то иной высоты. «Жало смерти – это грех, а сила греха – это закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу через Господа нашего Иисуса Христа». Жало смерти – это грех. Ну, допустим, понятно, то, что нас жалят и делают смертными – это грех. А сила греха – это закон. Это здесь при чем? У римлян он все это подробно распишет в послании к римлянам, что закон делает явным грех. А здесь он как бы тезисно. Вот эта глава – это такое тезисное изложение того, что будет развернуто скорее потом, потому что римлянам он писал, наверное, позже, будет развернуто потом в послании к римлянам. «Благодарение Богу, даровавшего нам победу через Господа нашего Иисуса Христа». Так что, братья мои возлюбленные, стойте твердо, непоколебимо, умножайте постоянно ваши труды ради Господа, и знайте, что ваши старания не окажутся в Господе напрасными. Ну, а что им еще предстоит делать, об этом в 16 главе он скажет подробнее. Продолжение следует...